Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Тиамыч, это Alex2. Итак, мы все еще у берсерков и, напоминаю, мы тут проходим довольно-таки такой объемный квест на выявление, собственно говоря, изгоев среди берсерков. Вот, и выполнение этого квеста даст нам, соответственно, возможность посетить крысу, нашего старого знакомого. А я его хочу посетить, потому что давненько не виделись, тем более интересно, что с ним. Но, соответственно, чтобы решить эту головоломку, нам надо с Тащеем, там, в прошлой серии, как вы помните, Тащей к нам подбежал, говорит. Давай встретимся, короче, в верхнем квартале в полночь, поэтому мы сейчас поспим до полуночи и пойдем в условленное место с Тащеем поговорим. Он нам что-то хотел очень важное сказать по этому поводу. Да, потрясающе. Вот, поэтому сейчас пойдем поговорим. Так, нам, соответственно, мы... Ага, ну мы почти рядышком уже находимся. Почти пришли в условленное место. Так, где же наш Тащей бессмертный, там? Тащеюшка. Так, бести... Я тебе, конечно, рад видеть, но... Сидит пес. Пока я его что-то не вижу. А, вот, вот на ты где. Давно я тебя ждал. Так, ладно, это сойдет. Тут и поговорим. Так, ну и... Чему вся эта конспирация? Ты в курсе, сколько внимания к себе привлекаешь. Разгуливай вот так по лагерю и обвиняй каждого встречного в сотрудничестве с изгоями. Не самая тонкая работа. Но к делу. Ты ищешь изгоев, которые распространяют всю эту пропаганду, так? Продолжай. Продолжай. Не на того батон крошишь, парень. Когти не изгои, но мы им сочувствуем, так скажу. Ага, когти. Ты, смотри, неплохо справляешься с завоеванием доверия берсерков. Старые добрые ребята. И у меня есть для тебя предложение. Помните, как те ребят? Те самые ребята, которые, собственно, жили под купленным городом. Тащие, видимо, один из них. Ну, я-то помню, кто такие когти. Но давайте освежим в памяти. Кто такие когти? Всему свое время. Скоро уйдет. Ну, гильдия воров. Да. Просто выслушай меня, лады? Что именно ты хочешь предложить? Я-то их помню. Нормально, ребята. Хорошо, чтобы ты работал на нас. Но не дергайся. Убивать никого не придется. Мы, когти, предпочитаем более тонкие методы. Нам нужно, чтобы ты втерся в доверие к берсеркам. И сливал нам все, что от них узнаешь. Платим мы хорошо. Осколков не жалеем. И чтобы показать серьезность намерений, вот тебе аванс. Давайте, чуваки. Ооо. Уж поверь. Ох-ох-ох. Неплохо. Если согласишься, приходи ко мне на кухню. Если нет, мы с тобой никогда не встречались. Ясно? Главное, не затягивай с размышлениями. Да я уже готов. 500 алексита на халяву. Че нет-то, собственно? Я приду к тебе на кухню, парень. Все нормально. Пошли. Так, вот это уже другой разговор. 500 алексита. Это, мать твою, 500 алексита. Это вам не шубу в трусы-то заправлять, что называется. Да, неплохо, неплохо. Ну, пойдем с ним сейчас еще на кухню. Обговорим, обкашлим вопросики. Так, вот мразину бы найти из изгоев еще, которые меня тут надуло на бабло, блин, и было бы тогда вообще все хорошо. Но ничего, успеется еще, успеется. Еще все успеется. Так, ну мы тем более уже почти пришли, поэтому сейчас продолжим разговорчик. Давай, вещай там дальше. Я готов. Я согласен работать на вас. А, не думал я, что ты так быстро согласишься. Отлично. Ну, что нет, собственно? Прежде чем я отведу тебя в убежище и представлю остальным, мне кое-что от тебя нужно. Так. Доказательства, что я могу тебе доверять. Например. Например, чтобы ты доказал, что способен запачкать руки. Ну, еще не вопрос. Нам нужно быть уверенными, что ты способен рисковать ради нас. Ну, и что вообще воровать умеешь? Вообще не вопрос. Что украсть-то нужно? Не вопрос. Что нужно украсть? Я хочу, чтобы ты украл кольцо. Просто кольцо? Нет, нет, не просто кольцо. Одно особо ценное кольцо богатого торговца с верхнего района. Оректальное кольцо, да? Как мне его раздобыть? Это будет несложно. У меня, как у повара, есть доступ к верхнему району. Я забираю там продукты для кухни. И я знаю, что в доме торговца есть тайный черный ход. На случай экстренной эвакуации. Через него ты и заберешься внутрь. Снаружи дома есть устройство, которое откроет этот тайный вход. Ничего сложного. Ночью ты доберешься до тайного хода, проникнешь в дом и украдешь кольцо с печаткой. Все понял? Как сделаешь? Приходи ко мне. Я все прослушала. А, чуть не забыл. Для активации устройства нужен ключ. К счастью для тебя, мне удалось незаметно снять с него копию. Сложно, сложно. По истину, к счастью. Мы, когти, предпочитаем ко всему быть готовыми. Ну, удачи тебе. Увидимся, как выполнишь задачу. Ну, короче, нахер-то этих берсерков, блин. Но вы и сами видели, они душнил те еще. Лучше их ограбить уж. Так, кранж для Тащея. Судя по всему, Тащея как-то связана с этими пропагандистами. Чтобы выяснить подробности, я должен завоевать его доверие. Он попросил у меня пробраться в верхний район и выкрасть одно особое кольцо. В качестве страховки, как он сказал, чтобы у него был компромат на меня, на тот случай, если я вздумаю его предать. А, тайный вход в верхний... А-а-а! Ха-ха! Вот оно еще. Тут, оказывается, тайный вход в верхний район, оказывается, есть. Блин, у меня просто тут это... По телеге, блин... Друзья, коллеги написали, что в барчик идем бухать. Я отвлекся и... Не прочитал, к сожалению. Так, то есть мы, короче, можем сейчас просто взять и как-то обойти, да, это все дело. Так, вообще кошерно. Так, еще. Опаньки, изучить потайной механизм. Крючтащая подошел. Дверь открыта. Наверное, следует снова запереть. Не-не-не-не-не-не, погоди, погоди. А-а-а, и все, я помню, как она открывается. Все, тут анимации даже нету, блин. У них нет денег на анимацию дверей. Позор. Так. Зато есть лавка. Нихера себе, блин. По стелсу проходи, дура. Так, что украсить надо? А, кубок, что ли? Или нет? А, перстан с печаткой вижу. Отлично. Надо отнести кольцо тащею. Не вопрос. О, погоди. А так, а вот эти оружия, они берутся, интересно? Дай пройду. Самое время обносить. Ну да, скорее всего, это муляж, к сожалению. Нет, я не справлюсь. Печаль. А я-то думал, Джакс, я-то думал. Так, ну ладно, я ставлю отметки, потом как выучит там взлом. Взлом всего. Так, мы обязательно придем. Так, сваливаем, сваливаем. Так, чили с мясом, надо вот кубки. Побольше кубков. С камон ездить. И все будет хорошо. Так, все, закрываем проходик. Наверное, следует снова запереть. Блин, хотя я вот могу к крысе пройти вот таким макаром. Кста. Но я этого делать не буду, а то он охереет. Да и меня, наверное, поймают. Если увидят. Скажут, типа, какого хрена я тут нахожусь. Так, ну так или иначе, короче, печатка у нас, что уже хорошо. Давайте сейчас просто отдадим ее нашему шоколадному другу. Да. Да. Блин, у меня аж интересно. Иду, 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 иду. Кто ж у вас тут? Блин. Окей. Кто ж тут у вас главный-то? Аж интрига. Никто не знает, что я тебя проверял. Но последнее слово за ней. Если она решит, что ты достоин, считай дело в шляпе. Неужели Хлоя? Что за она такая? Я же сказал, никаких вопросов. Скоро сам все узнаешь. Ладно. Хорошо. Или кто-то из берсов. Куда меня завел? Это и есть ваше убежище? Ты, конечно, нет. Видишь, люк в полу. Давай-ка я его отопру. Хм. Ну вот, прошу. Тебя туда. Только не забудь закрыть за собой туннель, как будешь уходить. Ну, до встречи. Надеюсь. Подожди, а ты разве не идешь? Нет. Ты должен идти один. Удачи. Спасибо, друган. Такс. Ну, собственно, кохот себе не изменяют. Так, погоди. А как ее открыть? А, вот дверь. Люк. Давайте откроем. Открыто. Блин, нафига я тут упал. Нихрена себе у них тут. Слушайте, у них тут катакомбы еще похлеще, чем в первой части, блин. Смотрите, как глубоко. Что называется, it's so fucking deep. Прям, прям, прям хорошечно. Так, кто уж тут у нас? Так, Тиарк. Ясма. Привет, привет. Так, а это те же самые чуваки, которые в первом эликсе были или нет? Я что-то плохо помню, как их звали. Я помню, что у когтей, которые в первом эликсе были, там лидер вроде другой. Там чувак такой был. Но это, видимо, Ясма как раз. Меня зовут Ясма. Помолчи. Я должна сказать тебе следующее. Видимо, новые чуваки. Я не хочу знать, кто ты. Я не хочу знать твоего имени. И откуда ты, тоже не хочу знать. Не забывай об этом, и мы поладим. Мы раньше не встречались? Не знаю и знать не хочу. Когти часто пропадают без следа. Ага. Присоединяются к другим группировкам или погибают. Я потеряла многих дорогих милей. А значит, это она из первого эликса. Там была, типа, барышня. Я просто забыл, как ее зовут. Раз ты сюда пришел, значит, кто-то из наших за тебя поручился и показал дорогу. Ты не просто так сюда попал. Ты проявил себя в деле. И что дальше? Я так понимаю, тебе поручили кое-что украсть. Отдай это мне. Тащи, я сказал, что кольцо я могу оставить себе. Ну, окей. Хорошо. Не бойся, у меня оно не пропадет. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь нашел на нем твои отпечатки пальцев и арестовал тебя. Действительно. Перейдем к истинной цели твоего визита. Зачем ты пришел? Берсерки поручили мне выяснить, откуда в форте появились эти листовки. Ну, что, давайте правду скажем. Берсерки поручили мне выяснить, откуда в форте появились эти листовки. Пробраться в логово зверя и признаться, что хочешь убить его? Для этого нужна немалая храбрость. Нет, давайте просто поговорим. Это достойно уважения. Так ты знала? С самого начала. Мы же когти. Мы все знаем, все видим, все слышим. Не стоило нас недооценивать. Если ты это знала, то зачем меня сюда привели? Я поручила Тащею устроить тебе проверку. Мы надеялись завербовать тебя. Так я и не против. В то, что мы тебе доверяем, я позволю тебе уйти отсюда живым. Да не, я это и не про... Ну блин, я думал, тут по-другому все скажет. Я думал, ты типа меня сейчас будешь уговаривать, типа давай к себе. Че, пропаганда. В доказательство того, рядом с фортом есть старые руины. Мы сделаем вид, что наши уб... Не, короче, погоди. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я хочу к вам вступить. Ладно, хер с ними, с Берсами. Я просто думал, там будет вариант того, что типа она такая, э-э-э, а может к нам? А она такая, типа, ну ладно. Так, ладно. Давайте дойдем до этого момента, я скажу, что... Да, меня уговорил Тащей, короче. Меня Тащей уговорил. Но ты за ним пошел добровольно. Говори правду. Зачем пришел? Короче, я хочу в ваши ряды вступить, да. Я хочу вступить в ваши ряды. Может быть. Но это не главная причина. Говори правду. Ну, а если я скажу, что... Хочу заработать немного осколков. Охотно верю. Да ёп. Очень жаль. Чего? Я знаю, что тебя послал Вольф. Он поручил тебе уничтожить нашу организацию. Так ты знала? С самого начала. Мы же когти. Мы все знаем, все видим, все слышим. Странные у них тут. Не стоило нас недооценивать. Если ты это знала, то зачем меня сюда привели? Я поручила Тащей устроить тебе проверку. Мы надеялись завербовать тебя. Так... В знак того, что мы тебе доверяем, я позволю тебе уйти. Походи, я не понимаю. Типа, я в любом случае когтям не смогу присоединиться или что? Расскажи мне побольше о себе. Всему свое время. Вот, возьми. Листовки? Зачем? В доказательство того, что ты нас нашел. Рядом с фортом есть старые руины. Мы сделаем вид, что наше убежище там. Так, ну окей. Отнеси листовки Вольфу и скажи, что ты нашел наш лагерь. И отправь его к ложному лагерю в руинах. Выполнишь это поручение, и нам будет полегче какое-то время. А, то есть ты не полностью отказываешься, да? Отлично сработано. Так, ну ладно. Окей. Сперва наладь отношения с Ясмой. Если она тебе не доверяет, то и я не стану. Что, тут просто немного я что-то запутался, короче. Ну, теперь вроде понятно. Так, ладно, окей. Так, теперь нам куда там надо идти? Нам надо идти в руины, она сказала. Давайте сходим. Ну, в принципе, чуть неплохо они тут обосновались. Нормально так. Так, перед тем, как мы выйдем, надо дверку будет закрыть. Абизон. Иначе нехорошо будет. Наверное, следует снова запереть. Да ты умен, что я тебе могу сказать. Давайте еще раз почитаем. Так, я дал ей кольцо. Прежде чем посвятить меня в их дела, она решила устроить мне настоящую проверку на вшивость. Я должен вернуться к Вольфу и сообщить ему о логове, которое я якобы обнаружил. И Асма представит все так, будто пропагандистские листовки изготавливали именно там. Так, ну пошли, пошли, ладно. Нет, с когтями надо дружить, как-то нормальный, чуваки. Да, надо еще и вот этому вот Тилусу найти его этого подмастерья тоже. Короче, задания еще полно, лол. Так, как удача. Так, идем сейчас к Вольфу, как я понимаю. Поначалу, потому что я был в этой зоне, но там, типа, ничего не было. Цель задания. То есть, и Вольф сначала надо натаскать, да, чтобы он туда пошел, выясняюсь. И, в принципе, на этом, я так понимаю, все будет хорошо. Я нашел логово изгоев. Точно? Уверен? Да. Где это? Ну и, соответственно, в старых руинах за стенами форта выдать фальшивое убежище, защитить Ясму, либо сдать. Но мы, мы защитим. В старых руинах за стенами форта. Изгои, похоже, оттуда уже свалили. Зато я нашел там эти листовки. И все? Других улик нет? Я ничего не нашел. Проклятие. Они опять от нас ускользнули. О, ноу. Кажется, я знаю, о каких руинах речь. Надо их еще раз осмотреть. Мне показалось, что они бежали в спешке. И они там уже не обитают некоторое время. Да, эти ребята далеко не дураки. Они заметили, что мы напали на их след. Это ты придурок. Поскольку новых листовок больше не было, можно надеяться, что о них мы больше не услышим. Нельзя же вечно верхний район закрытым держать. Я посоветую Фенрису снова открыть доступ наверх всем, у кого он был. Но я заболтался. Сегодня большой день. Мы наконец-то закрыли дело. Я не стану скрывать от Фенриса тот факт, что успех расследования твоя заслуга. Вот часть обещанной награды. Держи, заслуга. И нашли мы в вашем, ееее. Почему только часть? Ты нашел логово, но упустил виновных. Надо было найти этих людей. Тогда получил бы всю награду. 200 эликситы и все. Но все равно у нас есть повод отпраздновать, чем я сейчас же и займусь. Ну, будь здоров. Берсом лишь бы набухаться. Берсом лишь бы набухаться. Ну, че, круто. Круто. Так, ладно, давайте пока переспим. А, хотя погодим. Давайте сначала... Да, нашей... Нашей, нашей, скажем... Барышни. Ясме. Так, где у них там? Я опять забыл. Где тут, да? По-моему, у них там подвал-то был. А, ну прям... Прям совсем рядом. Можно сказать, у всех на виду. Как говорится, если хочешь от всех заныкаться, то... На самом видном месте. Устрою себе логово. Ты уже был у Вольфа? Да, все нормально. Он проглотил просто. Очень хорошо. Теперь я отвечу на твои вопросы. Взял и проглотил. Я уверена, что я не выдал ваше настоящее убежище. Я знаю, что ты нас не выдал. Если бы выдал, нас бы здесь уже не было. Я же сказала, не стоит нас недооценивать. Почему вы называетесь когтями? Коготь – символ нашей группировки. Это тебе. О, отлично. Если кто из наших потребует, предъяви. Это знак нашего доверия. Старый добрый коготь. Фуднище какое. Вы что, чуваки, не могли придумать что-нибудь не такое мерзкое? Кусок трупешника на себе таскать. Бах! Не стоит так возбуждаться. Ты его все равно не получишь. Схера ли это? Потому что мы не проводили тебя через испытания. И до этого момента мы просто терпим тебя тут. Поскольку Джакс вроде бы тебе доверяет. Я и не рвалась в ваш отстойный клубешник. Ля, вести... Че с тобой происходит, а? Сколько вас? Я даже и не знаю. У нас нет общего руководства. Отдельные группы разбросаны по всему Магалану. А, понятно. Наше преимущество в том, что мы много знаем. Но это знание распределено между разными людьми. Блокчейн прям какой-то. Учета мы не ведем. Тому, кому доверяем, выдаем наш знак. Таким образом, даже если всю нашу группу накроют, организация сохранится. Прямо распределенные бы на вычисления. У вас нет вожака? У вас нет вожака? Можешь говорить у нас. Ты ведь тоже в нашей организации? И нет. Вожака у нас нет. Мы знаем людей, которые знают других людей в нашей сети. Но никто не знает всех. Нормально. Я, например, главная в нашей группе. Гектор и Ксандр тоже многое знают. Даже Крыса был одним из нас. Пока не стал предателем. Крыса? Крыса был одним из вас? И он вас скинул? А Гектор, по-моему, был лидер когтей в первом эликсе. Я вспомнил. Почему вы работаете на изгоев? Вы же не изгои. Когти преследуют свои собственные цели. Мы помогаем изгоям, потому что они помогают нам. Посмотри на этих берсерков. Сначала они Эдан превратили в зеленый ад своими сердцами мира. А теперь Изотавр взялись. Как тебе, наверное, известно, этот форт раньше стоял в пустыне. Я помню, да. А теперь они с этими сердцами собрались и Каракис испортить. А почему вы против них-то? Почему вы против сердец мира? В принципе, мы не то, чтобы прямо против этих сердец. Но они обеспечивают берсеркам преимущество. А чем сильнее берсерки, тем сильнее идеология их превосходства. А это нам уже не нравится. Понятненько. Ну, берс, по сути, сейчас, типа, по сути, самые центровые пацаны. То есть, типа, ну, Марконы, они сидят в данжене. Да? Кто там, типа, получают склерики с изгоями. Это минорные ребята, которые больше всего пострадали. И остаются альбы только. Блокчейн, пацаны. Блокчейн, пацаны. Ммм, неплохой план. Ну-ка, про Круз поподробнее. А мы... А я-то думал. Обалдеть. А-а-а, блин, точно. Он марионетка Голи, это. Крыса выдал берсеркам кучу информации об изгоях. У него были большие связи. Чуть я забыл, да, он же был... Когтями. Говорят, только за это крыси и отдали форт во владение. Но все знают, что это не так. Хм. А ты как думаешь? Я думаю, его поставили во главе, чтобы облегчить переходный период для изгоев. Он просто пешка. Голи не хотел, чтобы изгоям казалось, что их оккупировали. Потому и поставил во главе города одного из них. А за ним постоянно следят берсерки из столицы. Сука. Плита-та пошла. Что произошло с когтями после предательства крысы. Да, чуваки, я вспомнил. Я просто сейчас забейте то, что я говорил. У меня, я говорю, у меня после ковида память как у хлебушка. Да, он же, короче, и в первом Эликсе, по-моему, упоминал про то, что он как раз состоял в этой организации. По-моему, да, 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 да. Я извиняюсь. Забудь то, что я говорил. Что произошло с когтями после предательства крысы? Гектор сразу понял, что крыса в конце концов выдаст нашу группу. Мы исчезли раньше, чем он успел выдать наше убежище, но не все успели скрыться. Нам пришлось отступить. Больше года потребовалось на то, чтобы незаметно обустроить новое убежище. Крыса многих из нас знает в лицо, меня в том числе. Поэтому мне нельзя показываться ему на глаза. И я сижу здесь и координирую работу всей группы. Вот, значит, как оно все закручено-то получается. Ох, блин. Значит, крыса просто типа пешка берсерков из Голиэта, да? То есть Голиэт правит всем. Но, блин, хрен его знает. Вы же помните крысу, какие он многоходовочки делал? Мне кажется, что это просто Голиэт так думает, что он их пешка. На самом деле, мне кажется, что он мутит что-то свое. Чем я буду заниматься? Нужно, чтобы ты стал берсерком. Войди к ним в доверие, внедрись. А мы на тебя выйдем в свое время. Изгои кого попало к себе не берут. Но если я дам знать Гектору, что ты себя проявил с хорошей стороны, то перед тобой все двери будут открыты. Погоди-ка. Изгои меня не примут, пока я не стану берсерком? Что? Это я помню, да. А теперь слушай внимательно. Это очень важно. Так. Никогда не приноси сюда ничего краденого. За тобой наверняка следят. И если ты приведешь за собой хвост, нам всем крышка. В форте много наших тайников. Они выглядят как обычные мусорные контейнеры. Угу. Клади украденное в эти контейнеры. Кто-нибудь из наших заберет твою посылку. После этого ты найдешь свою награду здесь, в указанном ящике. Ну что, приступим? Ты теперь один из нас. Еее, да я и не против. Так, кража для Ясма. Кстати. Этого Гачимучи Маркона, это тоже вы проимели, да? У Ивана недавно увели товар, который ему полагался. Твоих рук дело? Как я понимаю, ты говоришь о приправах и консервах, которые хранились у Хлои. Именно. Но поскольку под землей ничего не растет, нам приходится время от времени выходить на поверхность и кого-нибудь оставлять без обеда. Уверена, ты нас поймешь. Ну вы добрые. От этих продуктов что-нибудь осталось? Кое-что еще осталось. Но тебе это ни к чему. Тебе придется придумать что-нибудь другое, чтобы помочь своему другу Моркану. Возьми, это твоя доля. Консервированное мясо. Ну, спасибо. Есть еще работа, если у тебя есть время. Так, ладно, ну что, ты со мной будешь общаться теперь, Терк? Привет. Спасибо, что помог избавиться от Вольфа. Да никак ни хернился. И так, что ты хочешь узнать? В смысле? Я могу научить тебя, чему хочешь. Если тебе надо подобрать отмычку под замок или там... Ну, ладно, было бы неплохо. То ты обратился по адресу. Ну, чё, всему, если в цене сойдемся. Да, есть кое-что, что мне неплохо бы освоить. Поможешь? Надо, надо. С одним из нас готов поделиться всем, что знаю. Так, посмотрим, чё он нам может подмочь выучить. Так, доверительное отношение. Адвокат. Уменьшать штрафы за преступление. Злом замков, наконец-то, можно прокачивать. Так, у меня два ЛП. Карманник. Позволяет воровать вещи из карманов. Повышает шанс остаться незамеченным. Хакер. Кул Хацкер. Ну, давайте... Давайте, да, начальный уровень. Специализация исследователей. Плюс один. Ну, да, 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 надо, надо подучить будет. А, тут и второй левел уже скоро тоже, чё тут у нас. Ловкость 35, интеллект 30. Ну, хотя бы первого уровня, и то неплохо будет. Так, Хацкер. Хитрость, хитрость. Давайте хитрость прокачаем. Критический урон. Как раз будет улучшен. Да, я... Так, да, и давай хакерам. Так, вы можете взламывать хорошие замки. Тут у нас простые замки можем взламывать. Так. Ловкость, ловкость 30... 35 нам надо вкачать, и интеллект потом. Давайте продолжим вкачивать ловкость. Дойдём потихоньку. До нужных кондиций. Так, а по заданию ещё у нас там сундук задания, ну-ка. Так, удобрение для сердца мира. Поручение, которое я достал из сундука костей. По ценности торгельд. Короче, обворовывать... Пацанов, что бы и нет, собственно. Сундук ясный, окей. Тут можно и поспать у них, слушай. Вообще, круто. Я рад, что мы стали когтями-когтями. Зараза! Вот будем теперь... Чёрт! Да не боись, нормально всё. Я докинзу, когда он рассказывает про гибрида. Но кто теперь может сказать, как всё было на самом деле? Теперь мы будем обворовывать этих берсерков грёбанных. Тут торгельд, блин, психованную. Кошерно, наконец-то. Но сначала, короче, встретимся с крысой. Поговорим с ним. Пообщаемся тоже с ним. И... Так, естественно. Ой, техти, блин, да. Закроем. Закроем всё. Да-да, закрывай, давай. Очень. Как металлолом, что ли? В этом весь ты. Никакого воображения. И если какой-то кретин вздумает утаивать от тебя что-то важное, тащи его сюда. Переломай руки и ноги, солнце доделает всё остальное. Через пару дней запоёт, как птичка, я тебе обещаю. Я лучше пару раз дам в морду. Так быстрее. Они просто созданы друг для друга, я так смотрю. Ну чё, давайте, да, пойдём уже к крыти официально. Втерёмся сейчас в доверие окончательно. Давайте Фенрису сообщим о том, что мы молодцы. Я помог Вольфу найти источник пропаганды. Отлично. Жду не дождусь рапорта Вольфа. Теперь мне можно войти в верхний район? Так, так. Ну-ка посмотрим. У тебя есть как минимум один поручитель, и ты сумел найти источник пропаганды. Должен сказать, я поражён. Я официально даю тебе разрешение на вход в верхний район. Ты первый, кого я впускаю туда с чистой совестью. Но всё равно, сначала иди к крысе. Он захочет с тобой поговорить. Только он может посвящать новых берсерков. Уверен, как только он услышит, что ты сделал, он тебя примет в наши ряды. Ну, или хотя бы наградит. Потом ещё поговорим. Сейчас у меня куча дел. Теперь ты, в верхний район, открыт для большего числа людей. Да, ну я рад. И аудиенция у крысы. Давайте спросим, где его искать. Ну, вступать к берсам я не собираюсь, а вот с крысой пообщаться почему бы и нет. Где мне искать крысу? Иди в верхний район, и скажи охраннику на воротах Лоттеру, что я тебя послал. Он тебя пропустит. И сразу увидишь башню крысы. Да это я помню. Это ещё что за дерьмо. What the hell are you two doing? Ну, чё, Лоттер? Паладин короля. Стоять! Верхняя часть форта доступна только почётным гражданам или тем, у кого есть личное приглашение вождя крысы. Fuck you! Без повода ты сюда не пройдёшь. Пройду. Энрис дал мне разрешение на вход. Это я нашёл, откуда распространяется пропаганда изгоев. Так это ты нам помог от изгоев избавиться. Надеюсь, ты мне сейчас не врёшь. Я же проверю. Проверяй, дебил. Какой-то парень мне только что сказал, что ты ему разрешил ходить в верхний район. Мы же вроде не пускаем туда гражданских. Спасибо, что пришёл ко мне с этим, но он сказал правду. Я дал ему разрешение. Они с Вольфом нашли изгоев, которые разбрасывали листовки по лагерю. Хм, что, правда? Ну ладно, дело того стоит. Так что, теперь туда все могут ходить? Нет, только люди из списка. Всем остальным нужен поручитель. Ясно, понятно. Пойду обратно на пост. Ну чё, псина? Успокоился, блин? Мразота. Проходи. Только без глупостей, ясно? Вообще, ноу проблем. Ох, давно мы тут не были. Давно мы тут не были. Помните, тут раньше были эти... Как-то, типа, клетки Мэдисон. Там, тут... Там пленных держали. Как же всё изменилось с тех пор? Как же тут всё, мать его, изменилось? Так, чё у нас тут есть? Энергия ячейки. Так, посмотрим, что тут у нас Берс по наделали. Чё тут интересного есть. Эйнер, привет. Мне Нургалиев разрешил. Если вы помните. Так. О, броник, привет. Добро пожаловать в мой магазин. Стоп, погоди. Ты же не Берсерк. Зачем тогда пришёл? За броню, ебт. Что это за лавка? Эта лавка принадлежит добропорядочному торговцу, что поставляет товар самому вождю крысе и его людям. И в этой лавке, отребью вроде тебя, делать нечего. Я хочу кое-что купить. Не дашь мне купить? Не сомневаюсь. Но тебе это не по карману. Да если бы я и захотел тебе что-то продать. Не имею права. У меня с крысой такой договор. Продавать ТВР могу только Берсеркам. А ты точно не из наших. Ну и пошёл-то. Мне очень-то и хотелось. Так. Кто тут ещё интересный, ребята? Халвар. Новое лицо. Что? Стража теперь пускает кого попало? Чуть-то такие все напыщенные, блин. Не могу сказать, что я в восторге. Но придётся с этим смириться. Да пошли вы нахер, блин. Что они такие все, блин, эти дудушные-то, блин? Что-нибудь из этого продаётся? Ничего, что могло бы тебя заинтересовать. Ой, бля. Здесь не магазин. И я не любитель. Ой, ле-ой, иди отсюда. Ну чё так неприветливо-то, блин? Что так неприветливо? Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Так что не лезь не в своё дело. Чтобы тебе было понятно, у меня есть один главный приоритет. Порядок и организованность складских пространств. Но последние события привносят некоторый хаос. Так что я был бы благодарен, если б ты не мешал мне работать. Такой ярый поборник закона и порядка, как ты, должен уметь чему-то научить новичка, так? Конечно, не вопрос. Но зачем мне терять время с таким жалким недоумком, как ты? Не волнуйся. Я выслушу тебя. Да неужели? Нет, я не буду тебя ничему учить, пока ты не докажешь, что у тебя хватает мозгов на учёбу. Поэтому я задам тебе вопрос. Слушай внимательно. Если полтора ящера сжирают полтора трупа попрошайки за полтора дня, то сколько трупов попрошаек сожрёт ящер за день? Я тут вообще-то не математику решать пришёл. Полтора ящера сжирают полтора трупа попрошайки. Полтора ящера. Блядь, что? Ск, две трети трупа попрошу. Что, блядь? Полтора ящера. Блядь. Погати я. Ответим тупо. Полтора ящера? Так не бывает. Какая разница? Это задача по арифметике, а не по биологии. Где твоя логика? Да пошёл ты, блин. Согласно этим условиям, один ящер съедает один труп попрошайки за полтора дня. Следовательно, если на основе этих данных вычислить, сколько он съест за день, получится две трети. Это же просто. Ааа. Ну, если с этим мы разобрались, надеюсь, теперь ты меня чему-нибудь научишь. Учитывая твою полную неспособность даже к элементарным вычислениям, пожалуй, стоит дать тебе урон. Да, 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 да. Вот отлично, что мы это сделали. Сверхурочное, чтобы догнать упор. Отлично. Давай. Так, чему ты можешь меня научить? Практик, значит, книжный червь. А, опытный охотник очки. А, кстати, кто-то уже обучал, короче, меня этого. Ладно, хер с тобой, в чём тут проблема у тебя? Чём конкретно? Тут проблема. Уровень безопасности резко упал. Псина, блин. Ты про пришельцев? Я про воров. Какой ты язычник? Украл моё кольцо. Я даже знаю, кто. Взял и украл. Представляешь, что это означает? Когти. Столько нервов из-за простого кольца? Дайте потроллим. Не-не-не-не-не-не-не. Дело не в кольце. Сперва обворовали меня, а дальше на очереди что? Мой склад? Налаженная линия снабжения? Забыли. Спецпоёк? Забыли. Если, не дай бог, инвентарь не совпадёт со списками на бумаге, на этом месте можно ставить крест. И какая реакция на это? Менее жёсткие правила для доступа кому попало. Браво! Так, ладно. Тебе нужна помощь? Да ещё как! Я правда не уверен, что мы сможем договориться. В чём дело? Я могу тебе доверять. Я посвящу тебя в свои планы, но об этом не должна знать ни одна душа. Обещаешь держать всё в секрете? Давай, 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 обещаю. Обещаю. Хм, на мой взгляд, ты чересчур быстро соглашаешься. Это не парься. Я попробую другой подход. Сука. То, что ты узнаешь, тема весьма деликатная. Мне нужны гарантии. Мне нужен залог. В качестве залога меня вполне устроит небольшое количество осколков. Я их, конечно же, тебе потом верну. А мне-то какая от этого выгода. Помнишь, я сказал, что ничего не выдаю со склада. Так вот, если ты мне поможешь, я чуть-чуть подправлю отчётность. Также сможешь покупать вещи прямо со склада. Хе-хе, это редкое привиление. Так что решайся. Слушай, меня тут уже намахал Хэнк на 200 осколков, на 250. Ладно, хер с тобой, мне и так денег жопой жри. Вот тебе осколки в качестве залога. Можешь мне довериться. Отлично. У меня они будут в сохранности. Сейчас ещё и от меня обманет, наверное. Лишине проблема воровства уйдёт какое-то время. Дай знать, когда у тебя будет возможность помочь. Давай уж чё. Я правильно понимаю, что ты хочешь поймать вора? Нет. Я хочу, чтобы кражи продолжались. Чего? Только дальше вором был бы ты. Чего? Чего? Что, прости? Придётся объяснить поподробнее. Какое развитие событий наиболее вероятно, что скоро вещи снова начнут пропадать. Тут не надо быть экспертом. Но поскольку мы не знаем когда это случится, то сами выберем нужный момент. Лид, что ты несёшь? Если и другие жители верхнего района станут жертвами краж, скоро все исходят я, понял, понял. поступок надо пересматривать. Но в этом случае всё ясно, всё понятно. Такая крыса не сможет отклонить запрос на усиление мер безопасности. У меня хитрожопый дед, да? Чем скорее это произойдёт, тем труднее придётся настоящим варан. Пипец, блин. Насчёт краш. Что конкретно нужно украсть? Тут главный вопрос не только что, а ещё и где. прокладись в казарму стражников и пошарив их сундуках. Бери только ценности, остальное не трогай. Почему? Потому что мы не воры, не настоящие в смысле. То есть ты потом вернёшь то, что я тебе принесу? Именно это я и планирую. Как именно, это пока что вопрос. Особое внимание удели кошелькам и мешочкам не в каждом сундуке может оказаться то, что нам надо. Будем честны, мало кому хватает ума откладывать сбережения на чёрный день. Что ещё? Не возвращайся, пока не наберёшь достаточно ценностей. В противном случае рискуешь привлечь лишнее внимание. не вон хитро выделанный просто. Я ему не доверяю. Я работаю головой. Для работы руками мне нужен кто-то ещё. А ты как раз похож на человека, у которого обратная ситуация. Сука. Неужели нет более простого способа усилить охрану? Нет. Крыса мне каждый раз одно и то же говорит. Зачем складу охрана, если в верхнем районе и так достаточно стражников? Упёрся и ни в какую. По крайней мере, если его не подтолкнуть к этой мысли. Вот это ты очень зря. Да ты задолбала, блин, я тебя сейчас отправлю отсюда домой. Так, да, ребятки, тут, блин, стоящий, конечно, один другого стоит. Эй, я готова еще поиграть в дипломатию. Ну и кому? попытается нас убить на этот раз? Может тебе с Каей поговорить? Она ведь глава группировки, ты помнишь? Не, оставим берсерков на десерт. Хочу сперва сунуться к альбам. Так что устрой-ка мне свидание с эликсетером и кромом. А без меня ты никак не справишься? Конечно, конечно, сваливай. А я без тебя развяжу новую войну с альбами. Что-то ты не наполняешь меня уверенностью в завтрашнем дне. Закрой уже хлебало наконец и отведи меня к икрому. Такой икром. Я слыхала он почти все время торчит на развалинах Игнадона. Ну, это понятно, что новый эликсетер, но я его не знаю. Что с тобой случилось? Был раньше прикольный парень. Весь этот твой идеализм отдает нафталином. Ладно, потом пойдем. Давай тут еще со всеми пообщаемся ребятками. Берсерками. Хочешь научиться драться? Тебе не сюда. Я обучаю только берсерков. Поговори с Эйнером. Он может тебе помочь. Или нет? А почему так грубо? По куче причин. Если хочешь понять, мне придется объяснить тебе в подробностях. Я из Голя это. Магия там обычное дело. Но здесь мне пришлось начать. Так ты мне объясни, почему я в Голят попасть не могу. И как там вообще в Голите из него варили. Хорошо, что мы запретили это делать. Дело в том, что для магии тебе нужна мана. Но людей, которые понимают, как ее использовать, у нас не густо. Поэтому у меня каждый день тонны работы и мало времени на нее. Так что буду счастлива, если ты опять отсюда свалишь. Какие-то ублюдки, блин. Нет, мне нормально не поговорить, ничего, какие-то мрази, просто, блин. пошла ты, блин, мразина. Ночной дозорный спит. Да понятно, почему вы днем спите. А, вот, нет, видимо, оставшиеся клетки. эти альбы в огнадоне такие же, как были в ледяном дворце. Они очень изменились после войны со свободными людьми и многому научились. Во-во-во, я помню, я помню это место, да, вот тут клеток как раз. Клетки. они такие умные, чего тогда сидят в огнадоне? Это же бочка с порохом. Перемены никому не даются легко, несогласных всегда хватает. Так, ладно, давайте с местными поговорим еще. Ну, мы почти подошли. Так, тут у них местная столовая, видимо, да? Бармена нет. Никто мне пивас берсерковский не продаст. Так, а тут у них видимо место для пленных, теперь это место для тренировок. О, пасяп, сильное целебное зелье в самый раз. Ну, неплохо тут они обустроились, переделали все. Пойдет. И вот эту лесенку я помню, ох, как же все тут поменялось все-таки, и как же все тут такое все свое родное одновременно с этим. Да, герцогский бункер, помним. Да. Как же тут все поменялось, ребят? Как же тут все поменялось? Здорово! осторожнее ступай тут своими ножищами. Ты вождь? Меня зовут Ульф, вождь Ульф. И лучше бы тебе это не забывать, парень. А если ты вдруг решишь создавать тут проблемы, то быстро познакомишься с моей Даньей. Данья? Это кто, твоя прекрасная леди? Данья, это мое оружие, тупица. Так что, если не хочешь очень близко познакомиться с ней, лучше меня не зли, ясно? Как день? Я уже был здесь, когда Голи еще только строили. Хорошие были времена, скажу я тебе. Так что прояви уважение. Я уже понял, я уже понял. Что-нибудь про Голи ты еще скажешь? Не. Короче, ну, суть по разговорам Голи как бы цел, жив, здоров. Но, опять же, лорное обоснование будет какое-то? Что тут случилось-то, блин? Типа, почему мы не можем пройти-то сюда? Пока вот этого я не особо понимаю. А хотелось бы узнать. Опа! Крыса! Здорово, крыса! Сучка! А, ну что, братюня, блин, рад тебя видеть. Да, ничуть не изменился. Помнишь меня? помнишь меня? Конечно, а вот ты, похоже, меня не помнишь. Ничего, я помогу. При Логане я был никем. крысенком сточной канаве одним из многих, но ты мне помог, вывел на новую дорогу. Когда тут все развалилось, Логан и прочие крысы сбежали с корабля, а я нет. Я остался, заделал все течи в обшивке, и теперь капитан тут я. Но это было давно. я не в обиде, что ты меня не запомнил. Это называется скромной обителью, да? Ты это называешь скромной обителью? Разве большое не может быть скромным? Я бы поспорил. Мой дом скромен, если скромен я сам, а уж я точно самый скромный человек во всем форте. Не сомневаюсь. Чем я могу быть тебе полезен, мой старый друг? Блин, рад тебя видеть реально. Меня прислал Фенрис поговорить с тобой. Тебе удалось убрать всю эту изгойскую пропаганду, которую сели. Меня давно это раздражало. Нет, не убрал. что положил конец безобразиям. За это ты заслуживаешь награды. Возьми осколки, начни тут новую жизнь. Не стану отказываться, оставь осколки, не стану отказываться. Не стану отказываться. Самое правильное решение, друг мой. Люблю помогать людям, на которых я знаю, что могу рассчитывать в трудные минуты. я уверен, что могу рассчитывать на тебя. Хотя, если подумать, мне нужна твоя помощь прямо сейчас. Что такое, что такое? меня тут возникла проблемка, точнее, одно дельце, с которым ты мог бы помочь. Что такое? Что за дельце? Я не доверяю некоторым личностям в верхнем районе. Стараюсь, конечно, во всех видеть только хорошие, но всему есть предел. Два человека меня особенно беспокоят. Торговка по имени Берит и наставник Эйнар. Сходи навести их, разузнай о них побольше. Я с ним только общался в родом. Осторожность мать безопасности, особенно когда кто-то пытается тебя убить. Крысе всегда нужна уверенность, что никто на нее не наступит, и чем крупнее крысы, тем больше опасность. Мне нужен человек, которого тут не знают. Кто-то, кого не заметит, и кто притворится простым работягой или торгашом. И что я должен сделать с этими двумя? Просто поговори с ними, узнай их получше, выведай, что у них на уме. Поругай меня, я знаю, это сложно, ведь я такой замечательный. Послушай, что они скажут на это? Узнай, нравится ли им быть берсерками. В общем, разберись. Я должен знать, могу я им доверять или нет. Окей. Договори. Звучит не сложно. знал, что могу на тебя положиться. Все, иди, ты справишься, я уверен. Враной крыса, ну че можно сказать, да, непростой путь прошел парнишем от бича обычного, да, до, собственно говоря, там, капитана у изгоев, и потом сейчас заправляет, собственно, фортом. что касается Берит и Эйнара. Где мне их искать? В верхнем районе. Он не такой уж большой, а ты ищешь. Ладно, ну Эйнара я видел, а вот Берит что-то не помню. ты что, совсем одурел? Бля, меня уже и бестия начинает бесить, что-то на самом деле наши боевые подруги, что Каи, что бестия, что-то какие-то они ублюдочные тут во второй части, честно говоря. Подбешивают они довольно сильно. Так, Берит, где она там есть? Берит. Так, ну вот эта барышня как-то по-другому зовут, Хило. Тут покрыть надо у этого чувака. Ну, давайте, ладно, начнем с тебя. Эй, Нарчик. Хочу вот тебе парочку вопросов задать. Если хочешь получить бесплатный урок, забудь об этом. Я хочу поговорить о крысе. Ладно. Как ты к нему относишься? Ну, он у нас главный, да? с чего с чего ты меня об этом спрашиваешь? Вы видать, что ты хочешь? Я просто подумал, что мы могли бы немного поболтать. О чем? Да хоть бы и о тебе. Нравится тебе тут? В смысле? Это к чему все вообще? Во имя Рав. Дьявол, какого хрена тебе от меня надо? Равака. Не ответил на мой вопрос. Я эээээ. Так, Гачи Мучи спрятанный. Мотор, задержи его. Нет. Нет, я успею. Я все понял, блин, погоди первый прибегу хозяину так чувак чувак чувака за за мной тут гонятся я все знаю а чё не блин объясни почему эйнар от тебя убегает что ты с ним сделал против дороги я не преступник я не преступник да ну а почему тогда наш наставник зовет на помощь и от тебя бегает я работаю на крысу пришел задать эйнару пару вопросов он ударился в бега ясно кто угодно такое может сказать я тебя толком не знаю спроси крысу я могу доложить крысе что ты с эйнаром заодно хочешь что твою ж мать ладно но если узнаю что ты меня обманул пожалеешь что тебе известно о бейнере немного он городскую стражу обучает что тут происходит крыса подозревает что эйнар шпион и судя по всему так и есть а я ему только что помог ноги унести а учет амсары думаешь куда он мог податься понятия не имею он тут много лет живет но по-моему у него и друзей то нет ныра варуешься в его барахлишки он тут живет углом эй ты извини что я тебя заподозрил так бы сразу блин пёс гачи пёс его имя горит трава проговорился бедный блин вы на что там за барышню 2 все-таки должна была быть то ну ладно а берет вот так то чего тебе пропустил тебе тебе нравится у берсерков клянусь бородой скитальца тебя крыса прислал да мы уж поняли что-то ни при чем это так очевидно но ты не первый ты хоть знаешь что мы с ними поделили думаю что не знаешь ну послушаем меня прислали из голи это рагнар поручил мне заняться снаряжением для охраны короче с гилетом нормально все это значит никаких подать и я крысе не плачу и рагнар на месте он до смерти жаждет накопать на меня грязи лишь бы вы перед меня отсюда только ничего шиньки у него нет урод трехлявый так что возвращайся к этому придурку и передай что никуда я не денусь грызун паску но все понятно ладно покажи товары а железный щит короче из сковородок блин эти то еще шикарно просто шикарная вещь так большой топор от вручное оружие силу 58 правда требует блин 4000 стоит 72 урона зато о военный лук тоже дорого блин так мало и эликсовое питье по 250 500 оптал ну пока не пока ладно пока не буду тебя брать потом возьму хотя ладно что там 500 опыт так это полтора полторы тысячи на халяву в принципе чего бы нет давай 750 пойдет так давайте выпьем за наш за наше общее здоровье это пригодится где у нас тут еще выпивка у меня их даже 5 просто кошерно не зря их оставлял у себя так поврежденный лук берсеркера у нас есть который мы мы можем прокачать урон 96 так ловкость нам надо идти прокачивать дальше ловкость судя по всему ну да чтоб и как ли клинок курьер починить так 38 а там типа для этого суду 43 надо долг будем качать но ничего так и посмотрим что этот хер у себя в домике хранил денежный ящик ладно нет 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 не то что мы хотели чуть-чуть у нее тут еще то было что-то я у него ничего особо не вижу лжеберсерк блин а че тут найти то надо ну я вроде тут все обыскал а журнал в обложке из человеческой кожи ох ёп я тут с ума схожу я должен записать свои мысли или не смогу оставаться в этом месте ни минуты дольше мне не с кем поговорить если здесь есть другие марконы они похоже не желают иметь со мной дела я думаю что мне теперь неплохо удастся влиться в общество берсерков но мне здесь не нравится я уже больше месяца не слышал никаких новость нет новостей из данжен может про меня забыли второй месяц никаких вестей почему они не выходят на связь у меня возникает очень нехорошее чувство на эту тему я потерян я здесь чужой я уже не могу соблюдать обряды это меня немедленно выдаст месяц 3 никаких вестей или уже 4 уже больше года притворяюсь берсерком мне даже удалось получить жилье в верхнем районе я хороший боец ровак избрал меня на эту миссию вовсе не зря я сумел убедить берсерков и теперь я обучаю так я завоевал их доверие однако без связи с моими братьями марконами без кровавых обрядов без ровака жизнь моя полна боли я не знаю как долго еще смогу переносить это моя кровь принадлежит роваку моя боль принадлежит роваку моё тело принадлежит роваку моя честь принадлежит роваку моим во имя ровака саксом я буду держаться надо было получше спрятать эту тетрадь чтобы никто не обнаружил на самому просто забыть о ее существовании я не хочу чтобы кто-то нашел ее и заподозрил я снова нашел эту тетрадь многие годы спустя считаю строки что я писал столько лет назад и чувствую как старые раны открываются снова я почти забыл что такое быть марконом я уверен что марконы забыли обо мне возможно мне стоит сжечь эту тетрадь убить маркона в себе окончательно поцелуй меня в жопу ровак такое ощущение что такое ощущение что он богу вену поклоняется прям так ну что он теперь короче мы знаем все нюансы типа мы можем обратно к марконам пойти а можем пойти к крысе да и получается но слушайте ребята видимо следующая серия ожидает нас в данжоне господа и мы как самый настоящий даже мастер пойдем и разузнаем там обо всем так что такие дела что же сегодня была насыщенная серия сегодня мы сделали много дел нашли собственно убежище когтей вступили к ним также нашли крысу добрались то это точнее до него тоже с ним познакомились побратались по новой да и сейчас вот немного на него поработаем в общем будет интересным а пока что ставьте лайку пишите комментарии и подписывайтесь на канал если еще этого не сделали с вами был тянуть всем пока увидимся в следующей серии будем искать этого гачи мучи маркона покедова